Значит, берем это колесо. Новое. Илюш, может быть скотч надо приклеить крест-накрест? Может так даже использовать, только это можно на самом деле, это нормально абсолютно. Просто, если хотите, одной линии достаточно, но крест-накрест это лучше. Ладно. Так, правильно я рассчитал. Приберем еще спички. О, да, правильно. Так, склеиваем здесь, берем клей. О, я хотел спросить. А к краешку крышки тоже приклеиваешь, да? К краешку? Вот так вы, что вы имеете ввиду, к краешку? Ну, посредине приклеиваешь и на краю. Ну да, чтобы держалось лучше. Но можно и без этого, если не хотите, чтобы держалось хорошо. Так, ребята, а вы подумали, как нам сделать так, чтобы нас было не двое, а хотя бы трое? Я пытался подумать, но я знаю, что сейчас время школы, и некоторые ребята должны идти спать в 10 часов. Я могу даже просыпаться в 10 часов и все равно успею на все уроки. Я в 5 утра. Математика, которая начинается в 6 часов, я успею, даже если встану в 10 часов. Вы что, в 1 апреля поехали снова? Так, Илюша, а что бы ты думал, чтобы нас стало не двое, а трое? Я думал, чтобы пригласить... Я пытался подумать, я хотела пригласить сестру, но одна проблема, что ей должна... Она должна спать. Она младшая? А, ей 7 лет. Угу. Ну, что, в чем клей? Ненадежный у меня клей. Ну, надо... Наверное, надо... А вы хотите узнать, как я старательно... Однажды я чистил свой паяльник. Паяльник или пистолет клеющий? Паяльник. У меня есть свой паяльник, которым я паяю только. Угу. Ну, иногда Юра, друг папы, он иногда приходит в гости. Ну, это на велосипед мало похоже на мотоцикл. И даже наш пожар вылетел на другую страну, на самом деле. Ого. Реально. Наша страна маленькая, вот и все. У меня сейчас получилась вот такая конструкция с рулем. Угу. Я думаю, серпу надо отрезать. Серпу? Ну... Ну да, серпу руля. Сейчас возьму. Я даже полоскобубцев несколько. Ну, несколько кусачек и плоскобубцев. Ой-ой-ой, сломалась. Ура! Я закончил делать наш велик. Ага, ух ты. Вот так я его выображал. Это какой-то больше... Гоночный мотоцикл получился, по-моему. Колеса какие-то большие. Ну да. Он может даже стоять. Вот смотрите, я его не трогаю. Я сдаюсь. Я его не трогаю. Он стоит. Ну да. А я кидаю монетку. А какая монетка это? У меня даже есть монетка и 1985 года. Я просто решила радужно, потому что кубики Рубики, они же разного цвета подходят. Прекрасно. Я собрал своего робота, который собирает кубик Рубика из набора LEGO Mindstorms. Изобретатель робота. У меня есть видео, как это происходит. Вот. Я запускаю программу. Сейчас начнет сканировать. Он проверяет, где какой цвет. О, это orange, R, это красный, W, это белый, Y, это yellow, B, это blue, Y, ну да, вот. G, это зеленый. Так, теперь он уже сборкой занимается, да? Нет, он все еще сканирует. Сумасшедший. Сканирует больше, чем собирает. Мне хочется увидеть сборку. Ну, тут же очень много, надо все запомнить. Ну, там 54. Там он передает на компьютер. И компьютер, там, и компьютер калькулирует там серию движений, которые нужны, чтобы собрать кубик. А вот сейчас робот собирает. Ух ты, да что я додумал. Ух ты. Собрал. Ага. А сама программа была уже, ну, готовая, да? Ну, да, сейчас я покажу быстро программы. Вот. Вот это... Мне кажется, что это так много. Вот это программа... На питоне? Вот это программа для... Комментарии. Комментарии, чтобы помогать пользователю. То, что не пользователи делают. Вот тут записываются переменные. Так. Белая это программа, а сиреневая это комменты, да? Так. Вот это... Ориентацию записывают. Теперь функции делают. Делают... Интересно, какой тебе процессор на компьютере? А теперь... Оно... Вот это функции... Это уже делать функции сканировать. Сканировать здесь... Это часть сканирования. Ну, короче, оно отсканирует, пересылает пайчарму. И тут еще 300 строчек... А тут не 300, или 300, это слово 6 строчек кода. Оно... Оно решает... Какие движения нужны, чтобы собрать кубик, и... Пересылает обратно набору, который потом выполняет эти действия. А ты попробуй разобрать кубик. А ты попробуй разобрать кубик Робик так, чтобы его не собрал. А тут он угол... Обхитри его, обхитри его. Ну, если... Вот еще надо вот такая книжка... То робот это будет замечать... И... Не будет его собирать. А почему никто не хочет ходить? Кроме нас. Скучно же. Я про это и спрашиваю. Что нам сделать, чтобы нас стало побольше? А что, если рекламировать наш урок? К сожалению, у меня нет больше русскоговорящих друзей. Вот. А я могу рекламировать, на самом деле. Ну, давайте как-то... Попробуйте, потому что не обязательно, чтобы друзья были там, где вы живете. Сейчас же такой мир весь дистанционный. Вот. У нас очень много ребят, которые днем пособираются. У меня друзья, и они русские, и живут в другой стране. Единственная проблема, что я не знаю их почту. Нет, я думаю, что может быть проблема, что в России у них время не подойдет. Вот у меня сейчас время подходит к 11 вечера. Понятно. А в Москве уже к 12 вечера подходит. А если дальше Москвы, то вообще уже поздно. Поэтому из-за этого еще надо искать ребят из Австралии, из Соединенных Штатов. У нас были такие. У меня есть подружка из США. О, окей. Но она по-русски на радикале говорит. Нет, она говорит на русском, и она моя учительница. Ха-ха-ха-ха. Нормально. Она, ну, учительница, но она просто работает тоже с вами в школе свободных наук. А, в школе свободных наук, понятно. Ее зовут Алиса. Она читает Гарри Поттера. Так, ребята, еще у меня вопрос к вам. Значит, я... Гриш, когда тебя еще не было, я у Илюши спрашивал. Давайте мы вот что будем делать. Расскажи о том, как что получилось. Почему получилось или каким образом получилось? А почему у меня голова приклеилась к наушникам? Почему у меня голова как у шеи? Держу. Вот. Например, уже два ребенка записались со своими рассказами на следующий раз. Один рассказ, как двигаются континенты, а второй рассказ, как люди приручили собаку. Вот. Поняли меня, да? Не совсем. Можно вот это, как это произошло? Да, как это произошло, правильно говорить. Или можно почему? Ну, это одно и то же. Ну, почему это про это? Значит, я спрашиваю. Будем рассказывать, как это получилось? Уда. Уда, да, конечно. Уда будем делать. Так, давайте подумайте к следующему разу, ладно? А подавайте подумать, откуда появилась идея об волшебниках? Да, откуда здесь волшебники? Так. Нет, откуда люди придумали волшебники? Ну, они и сейчас придумают. А я уже прочитала, почему. Мне тоже будет скучно узнавать. Они не могли объяснить что-то и говорили, это вам же что? Да. Я могу уже сказать, откуда Олега? Как изобрели Олега? Конечно. Так, ребята, уже поздно, давайте завершаться, ладно? Ладно. Спасибо. Пока. До свидания. Пока-пока-пока. Рикроу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова